Всем привет! Вы на канале Родный Футбол. Совсем недавно Сергей Корнеленко официально завершил карьеру игрока, хотя по факту это случилось уже два года назад. Но прощальный матч, если его так можно назвать, состоялся в этом году и вышел просто фантастическим, как и вся карьера Сергея. В сегодняшнем видео мы постараемся вспомнить то, чем Сергей запомнился на футбольном поле и то, благодаря чему Корнеленко по праву считается одним из сильнейших нападающих, которые были в белорусском футболе за все время. Не переключайтесь, будет интересно! Субтитры делал DimaTorzok Проведя первый сезон в молодежном составе, в 2002 году он закрепился в основе – 15 матчей и 5 голов, а через год стал лучшим бомбардиром первенства и завоевал вместе с командой бронзу чемпионата и Кубок Беларуси. После успешного сезона 2003 года на 20-летнего форварда обратили внимание зарубежные клубы. В декабре Сергей Корнеленко съездил на просмотр в Штутгарт, где в то время играл его соотечественник Александр Глеб, но руководство немецкого клуба отложило решение по этому трансферу до января следующего года. Тем временем, Динамо Киев сделала предложение нападающему, и 16 января стороны заключили контракт до 2008 года. Вот что об этом говорил сам Корнеленко. В декабре со мной установил контакт тренер-селекционер многократных чемпионов Украины Павел Богоделов и поинтересовался, как я отношусь к возможному переходу в Динамо. Однако тогда я не мог сказать ничего конкретного, поскольку имелся вариант просмотра в Штутгарте. Поэтому честно ответил, что сначала хотел бы побывать в немецком клубе, но ни до, ни после Нового года никакой ясности по поводу Германии не появилось. Зато представители Динамо снова, теперь уже официально вышли на нашу команду, и Юрий Александрович Чиж предложил мне съездить на просмотр в Киев. Я, естественно, согласился. Мало того, было очень приятно, что клуб с такими богатыми традициями, как Киевская Динамо, который знает и уважает вся футбольная Европа, обратил на меня внимание. Переход состоялся, и Сергей начал выступать за Киевская Динамо. Во втором круге сезона 2003-2004 Форвард провел 9 матчей, забил 2 гола и вместе со своей новой командой завоевал золотые медали украинского первенства. Летом 2004 года пригласивший Сергея Корнеленко в Киев главный тренер Алексей Михайличенко оставил свой пост. А новый главный тренер Йожев Саба сделал ставку на других футболистов, и Корнеленко в новом сезоне имел практику только во второй команде. После окончания первой части чемпионата киевляне изъявили желание отдать игрока в аренду в другой клуб. Изначально фигурировал Ростов, однако после того, как интерес проявил Днепр, Корнеленко на правах аренды начал выступление в Днепропетровске. Всего Сергей сыграл за Днепр 80 матчей и забил 23 гола. Не самая плохая, но и не самая выдающаяся статистика. По итогу Корнеленко проиграл место в основе нападающим Воробьеву и Самодину, из-за чего был вынужден искать для себя новую команду. И это стало Томи, куда Корнеленко пригласил Мирослав Ромащенко. В конце августа 2008 года Корнеленко подписал с Томью контракт на 2,5 года. В чемпионате России 2009 года Сергей стал лучшим бомбардиром команды, забив в первой части сезона 6 мячей. Из-за трудной финансовой ситуации, многомесячной задолженности по зарплате, в июле 2009 года Корнеленко подал заявление о разрыве контракта в палату РФС по разрешению споров и заключил соглашение с питерским «Зенитом». Позднее отозвал свое заявление, а «Зенит» выплатил Томскому клубу компенсацию в 2 миллиона долларов. Летом 2009 года Корнеленко подписал контракт с «Зенитом» на 4,5 года. В это же время команду покинул Павел Погребняк. Фатих Теке был травмирован, и Корнеленко на безальтернативной основе временно стал основным нападающим команде. В сезоне 2009 провел за клуб 14 игр, сумел забить гол в первом же матче за новую команду, однако в дальнейшем больше ни разу не смог поразить ворота соперников. По окончании сезона руководство «Зенита» выставило форварда на трансфер. Существовала вероятность, что он вернется в Томи или перейдет в английский «Уэстхэм Юнайтед», где он находился на просмотре. Однако в итоге руководство «Уэстхэма» отказалось приобретать Корнеленко. 9 марта 2010 года Корнеленко был отдан в аренду в Томи на сезон 2010, но по желанию «Зенита» мог быть возвращен в летнее трансферное окно. 26 августа было объявлено о том, что Корнеленко переходит в «Казанский рубин» до конца года на правах аренды. В январе 2011 года отправился в аренду в Блэкпул, став вторым после Александра Глеба белорусским футболистом, когда-либо выступавшим в АПЛ. Дебютировал за основную команду 22 февраля против Тоттенхэма, выйдя в стартовом составе. Корнеленко поучаствовал в голевой атаке, отдав пас с пяткой на Джеймса Битти, а Апельсиновые в том матче выиграли 3-1. Во втором матче Корнеленко сыграл 29 минут и покинул поле, а Блэкпул проиграл Вульверхэмптону. В последнем матче за клуб против Тоттенхэма Корнеленко смог отметиться только горчичником. По окончании сезона в статусе свободного агента отказался подписывать новый контракт с Блэкпулом по причине вылета клуба из АПЛ. В 2011 году Корнеленко перебрался в Самарский клуб и отыграл за него 8 лет. В его активе более 200 игр и 50 забитых мячей. В июле 2019 года нападающий объявил об окончании игровой карьеры. Он вошел в тренерский штаб Миядрага Божевича и попрощался с болельщиками. Спустя год белорус занял должность спортивного директора, а нынешней зимой подписал новый контракт, чтобы провести прощальный матч. И вот этот долгожданный поединок случился. В игре против Краснодара 2 белорус на 82-й минуте заменил партнера и получил капитанскую повязку. Спустя минуту он установил окончательный счет в матче 6-0. Для этого 37-летнему нападающему понадобилось всего два касания. Корнеленко стал лучшим бомбардиром крыльев советов в российской истории. Белорус обогнал Андрея Коряку, у которого было 56 голов. Теперь белорус продолжит работать в клубе на должности спортивного директора. Рассказывая о карьере Сергея Корнеленко, нельзя не вспомнить его выступление на Олимпиаде. Не каждому футболисту удавалось поучаствовать в Олимпийских играх, особенно белорусскому. В 2012 году Сергею Корнеленко выпал шанс отправиться вместе с командой Георгия Кондратьева в Лондон. Путевку туда белорусы завоевали благодаря успешному выступлению на молодежном чемпионате Европы, на котором заняли третье место. Отправиться на Олимпиаду имели право игроки не старше 23 лет, за исключением трех футболистов, которые могут быть старше этого возраста. Среди них оказался и Сергей Корнеленко. На тот момент ему исполнилось 29 лет. На том турнире белорусы заняли третье место в своей группе. Соперниками стали египтяне, бразильцы и новозеландцы. Корнеленко принял участие во всех трех матчах, но результативными действиями не отметился. Если откровенно, не помог я. Мог бы и больше. Горечь недосказанности осталась. Вина в том, что не вышли из группы, есть и моя. Сетовал футболист в одном из интервью. Вот такой интересной и насыщенной получилась карьера у Сергея Корнеленко, который по праву считается одним из лучших белорусских нападающих в новой истории. Возможно, что у Сергея не получилось полностью реализовать свой потенциал, но и то, чего ему удалось добиться, вызывает уважение и гордость. На этом на сегодня все. С вами был канал Родный Футбол. Еще увидимся.